Ни разу в жизни я не мучился И не скучал без крупных дел Но кто и там однажды скурвился, сучился Шепнул, навёл, и я сгорел Начальник вёл себя невъедливо И на допросы вызывал А я всегда ему приветлива И очень скромно отвечал Не брал я на душу покойников И не испытывал судьбу И я начальник спал спокойненько И весь ваш мур видал в гробу Целый год мы ходили как чумные Не стесняясь ни родителей, ни соседей, никого Девчонки в классе расспрашивали Ну как? Им хотелось знать подробности Больше всего в части физиологии Я никогда им ничего не рассказывала И они отстали Пристали Педсовет и дирекция Снова пугали маму моим невероятно развратным будущим И печальным концом где-нибудь в больнице В инфекционном отделении Или в травматологии Где я буду лежать с проломленным Николаем Цветенко Черепом Потому что они знали про Николая все Все про него знали, кроме меня То, что знали они, я не хотела видеть А то, что знала я, они видеть не могли Но дел не было отложено И огласили приговор И дали все, что мне положено Плюс пять мне сделал прокурор Мой адвокат хотел по совести За мой такой веселый нрав А прокурор просил всей строгости И был, по-моему, неправ С тех пор заглохло мое творчество Я стал скучающий субъект Зачем мне быть душою общества Когда души в нем вовсе нет А потом его арестовали За какую-то драку Судили и дали четыре года А я уже умела курить и пить Он меня научил Но я не жалею Не он так другой бы научил Только хуже А Николай никогда меня в темные дела свои не посвящал А явно и я знала Он любил меня Жил где-то недалеко И даже работал в кинотеатре Рисовал рекламу по клеточкам Фотографию расчертят на клеточке А потом каждый квадрат перерисовывает В увеличенном варианте Чтобы похоже было Теперь это смешно А тогда думала Художник А его взяли Да, арестовали Николая Светенко Первого моего мужчину А может и Первую любовь Потому что все остальные Были уже остальные Даже сильнее Но не первые Я готовилась к экзаменам Тут этот арест Все шушукаются за спиной А Тамара Петровна Та в лицо Что, дескать, доигралась со своим уголовником Может, ты за ним поедешь Как жены декабристов Наверное, надо было поехать Тогда бы не было Всей этой последующей мерзости Но я готовилась К экзаменам И возненавидела его За то, что терплю Издевательства и позор И в школе, и дома, и везде Я не поехала Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!